Анастасия вышла на свободу, что называется, с чистой совестью и сразу попала в другой казенный дом. В управление соцзащиты, в отдел опеки и попечительства. Уже два месяца женщина пытается вернуть домой собственного ребенка. В четверг ранним утром она и два правозащитника записаны на прием к руководителю территориального органа. Как только Настю задержали правоохранителей, ее маленькую дочь Машу забрали в дом ребенка. В это время Настя находилась в следственном изоляторе, когда забрали ребенка у бабушки прямо из рук. То есть они пришли и сказали, так как мама находится под следствием, ребенка мы изымаем. Так как ребенок был на руках у пожилого человека, то есть она сделать ничего не смогла, просто забрали и увезли, без всяких объяснений. Отсидев положенный срок, женщина вышла и начала разбираться, на каких основаниях полуторагодовалая малышка при матери, не лишенной родительских прав, могла оказаться в приюте. Ребенка видела один раз, второй раз, когда собралась к ребенку, мне в доме ребенка сказали, что органы опеки вам запретили ходить, посещать ребенка. А что органы опеки говорят, они не давали таких приказаний. То есть я не знаю, где концы, но к ребенку не пускают. По телефону в соцзащите, рассказывает женщина, ответили, что ее дочь готовят к удочерению. Настя обратилась в благотворительный фонд «Созвездие плюс» и общество инвалидов «Аврора», где и сама состоит по общему состоянию здоровья. На приеме женщина старалась доказать, что несмотря на два срока за решеткой, имеет такие же права на воспитание, как и другие матери. Органы опеки всячески не хотели помогать. Постоянно мне говорили, какой-то суд мне лишат родительских прав, что моего ребенка данные в какой-то базе данных на усыновление, хотя и не лишена. На каком основании? Никто ничего не хочет ни говорить, ни объяснить. К ним в кабинет попасть не попадешь. Только одно огрызание, одна злость. В отделе опеки объясняют, против возвращения ребенка домой к матери они ничего не имеют. Женщине необходимо предоставить справку о том, что она не употребляет запрещенные вещества. По данным ведомства, Анастасия Пантелеева состоит на учете в наркодиспансере. Злоупотребление родителям алкоголем, либо наркотическими средствами, конечно, может являться основанием для ограничения, либо лишения родителей родительских правов, в том случае, если это отрицательно отражается на жизнедеятельности ребенка, несет некую определенную угрозу жизни и здоровью ребенка. История Насти достойна остасюжетного фильма. Оказывается, на учет женщину поставили по чьей-то халатности или злому умыслу. Мы, значит, были и в доме малютки, мы были и в наркодиспансере, и Анастасия Дмитриевна сдавала там анализы, чтобы подтвердить, что она не наркозависимая. Она предоставляла бумагу, в то время, как ее поставили на учет в наркодиспансере, она находилась в местах лишения свободы. И она чисто физически не могла быть наркозависимой и стоять там на учете. В наркодиспансере объясняют, что органы полиции привозят наркоманов, и они могут предоставляться любыми данными. То есть у них паспорт не проверяют. То есть назвались они вот мои фамилии, кто-то, и все, и поставили на учет. Просто я в это время находилась в местах лишения свободы. В наркодиспансер после рекомендации соцзащиты тоже идем вместе. Ребенка обещали отдать матери в тот же день, когда будет готова справка. Вы сейчас хотите добиться справки или какой-то справедливости? Справедливости и справки. А что, одно другому мешает? Очень часто это не совпадает. Сразу и на руки можно получить только документ, подтверждающий, что человек не находится в наркотическом опьянении сейчас. Для снятия с учета нужны более серьезные процедуры. Просто так, как телевизор, никто справки не выдает. Есть порядок выдачи документов. То есть вы тоже будете препятствовать, я так понимаю, да? Причем здесь препятствовать, не препятствовать. Я еще раз вам говорю, для того, чтобы ей выдать справку, будет создана комиссия, она будет комиссионно рассматривать этот вопрос. Результат анализа в итоге Анастасии на руки не выдадут. И раньше, чем состоится комиссия, а ждать еще месяц, дочь она не получит. Но в соцзащите вошли в положение и получили в доме ребенка разрешение для Насти на свидание с Машей. Между тем, представители общественных организаций готовят обращение в прокуратуру. Каким образом человек, который в тот момент просто не мог употреблять наркотики, оказался на карандаше в наркодиспансере – предмет для разбирательств? Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.